Аскерье Шхар Псалу. Торжественные проводы в армию призывников Бурлинского района прошли у памятника солдатам боевых действий на таджико-афганской границе в Аксае. В нем приняли участие Аким города Аксае, представители пограничной службы пограничной заставы в селе Жарсуат, ветераны боевых действий на таджико-афганской границе, призывники, их родные и молодые ребята, которые в ближайшее время достигнут призывного возраста. Во всех регионах страны проходит осенняя призывная кампания в ряды вооруженных сил Республики Казахстан. На торжественных проводах призывников Аким города Аксае Арсен Баяндыков пожелал ребятам удачи и счастливого пути, отметив престижность службы в пограничных войсках. Цель мероприятия – продемонстрировать подрастающему поколению новые возможности, плюсы службы в рядах вооруженных сил, повышение имиджа армии. Кроме того, перед собравшимися выступил начальник отдела по делам обороны Бурлинского района Бикингали Карасаев. Сегодня мы проводим торжественные проводы призывников Бурлинского района города Аксае. Именно призывников, которые уходят служить в пограничную службу Комитетно-национальной безопасности Республики Казахстан. Это мероприятие посвящается для поднятия имиджа вооруженных сил Республики Казахстан, поднятия патриотизма. Пусть, как говорится, наши жители Бурлинского района видят то, что у нас ребята есть, которые служить желают именно по собственным желаниям. Потому что пограничная служба набирает людей из тех контингентов, которые добровольно идут служить. В данный момент мы отобрали 17 ребят, которые именно желают пограничную службу. Все ребята, надеемся, пройдут, потому что у них есть еще медицинская комиссия. После этого беседа с психологами, потом полиграфическое исследование. Если все эти этапы пройдут, то они уже идут служить пограничной службой Республики Казахстан. Мама Сиябуша Елеубай прибыла вместе с сыном на торжественное мероприятие. На торжестве она выступила с призывом и добрыми пожеланиями в адрес молодых ребят призывного возраста. Гульмира Серембетова рассказывает, что ее сын через полгода прохождения срочной службы поступил на службу в пограничное отделение по контракту. Сын добровольно пошел служить в армию в пограничные войска. Пока служил, мы время от времени разговаривали по телефону. Все у него там было хорошо. Сейчас работает на границе с Российской Федерацией в пограничном отделении. Поначалу, когда узнали, что сын хочет уйти в армию, переживала за него, боялась. Но сейчас я рада, что он принял такое решение. Отслужил и в настоящее время работает на заставе. Дома, конечно, Сиябуш был любимым младшим сыночком. После службы в армии он стал дисциплинированным, повзрослел, всегда аккуратно обращается к своей одежде, всегда следит за собой, своим внешним видом, уделяет внимание родителям. Рядовой солдат срочной службы ныне осуществляет трудовую деятельность на пограничном отделении Аксай. В сентябре 2023 он отбыл для несения срочной службы в воинской части пограничных войск в районе Карагай, города Актау. Спустя шесть месяцев срочной службы я был принят на работу по контракту в пограничных войсках КНБ Республики Казахстан, департамента по Западно-Казахстанской области. Сейчас являюсь младшим контролером отделения пограничного контроля Аксай. В целом, ребятам призывного возраста желаю не бояться, не избегать выполнения воинского долга перед Родиной. Призываю ребят служить и устраиваться на работу по контракту. Тем, кому негде жить, представляются определенные суммы для оплаты жилья. Три раза в год выплачивается премия. То есть для тех, кто охраняет государственную границу, созданы все условия. Марселю Шоханову 18 лет. Он студент Аксайского технического колледжа. Марсель принял решение выполнить свой воинский долг. На сегодняшний день по Бурлинскому району 17 призывников готовы к отправке в воинские части пограничной службы. В общем, по Бурлинскому району молодых людей призывного возраста, подлежащих призыву, 410 человек. Майя Амирова, Азамат Бабагужеев, телестудия Карачаганак.